Привет всем, кто смотрит мой канал. Сегодня я без макияжа, значит будем делать макияж. И сегодня будет макияж в бронзовых тонах. Поэтому, извините за тихий разговор, потому что спит ребенок. И я начала оформлять брови. Такой карандашик, релуи. И заполниваю. Я всегда начинаю заполнять с этого места. Теперь я беру... Я вам рассказала когда-то об этом маркере. Он мне сначала не понравился, но сейчас я нашла ему использование. Слегка так провожу там, где я хочу, чтобы видно было волоски. Это сверху. И вот здесь вот снизу. У меня сейчас волосы рыжие, поэтому этот оттенок более-менее, как бы, если он где-то проглядывается в бровках, то это не портит. Он такой с красноватым подтоном, поэтому... Теперь я беру гель от Essence и фиксирую все. При этом придаю оттенок небольшой бролкам, и они становятся более такими естественными, более пушистыми. Asíя сзади. Пока. Всё. 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 Дальше будем оформлять лицо. Это будет сисикрем от Буржуа. Он мне нравится. Передать у меня хорошо увлажниваю кожу. Наношу такими полосочками. Не забываем про шею. Растушевываю я пальчиком. Потому что стала растушевывать спонжем. Хоть я его и каждый день мою, но у меня начало сыпать. Поэтому кисточкой тоже у меня раздражается лицо. Поэтому растушевываю пальчиками. Поехали. В основном я всегда оформляю лицо сначала. Наношу тон. А потом оформляю бровки, потому что чтобы потом не задевать, как вы видите. то же самое кисточкой возьму, проведу вот здесь. Сисикрем с таким желтоватым подтоном. Ну, мне это и надо. Я люблю. Он как бы тон кожи перекрывает. У меня так с краснотой он немножко. Поэтому, в принципе, я такие тона люблю с желтым, с желтым подтоном. Там, где у нас не хватило, прохожусь. Так, теперь ждем пока сисиками. Крем усядется, и за этим мы делаем глазки. Глазки я буду делать, использовать вот палетку хайлайтера вот Слик такую. Здесь вот такие вот оттенки. И вот такой карандашик, тени карандаш от Гош в бронзовом оттенке. Сначала наношу их, и на нижнее веко тоже. Очень удобные. На лето вообще. Пальчиком растушевали и все. Вот так, следующая кровь. Пальчиком растушевали и все. Пальчиком растушевали и все. Теперь я беру сухие хайлайтеры бронзового оттенка. Вот такую вот кисть. Сначала вот такой вот бронзовый перо. И наношу на серединку, скажем так. Он посветлее, чем карандаш от Гош. Поэтому именно серединка будет у нас выделяться. И вот здесь тоже посерединке под зрачком. У нас сегодня такая солнечная погода. Поэтому все будет блестеть и сиять. Такой летний макияжик. Теперь я беру светлый оттенок хайлайтера и заношу в уголок. Кисточка бочонок. Беру бронзер от Катимос. Не важно какой бронзер. Главное, чтобы был такой вот оттенок загара. И растушевываю все границы. И вытягиваю глазик к виску. Солнце прямо в глаза слепит. Немножко захожу. Дабы немножко затемнить уголок и придать такую многогранность макияжу. Тоже самое делаем с другим глазиком. Этот макияж делается очень быстро. Поэтому с утра, если вы куда-то спешите. И вытягиваю. Ну, если вы любите блестеть, конечно. Мне всем этот макияж понравится, потому что не все любят блестки. Дальше я беру карандашик от Риммель. Такой бежевый. Он не белый, он бежевый. Такой цвет тела. И прохожусь по водной длине. Держится целый день. Держится целый день. Как бы так. Я здесь. И продолжаем дальше. Красим реснички. Тушь Vivienne Sabo. Немножко стала разочаровываться мне. Потому что она у меня в конце дня отпечатывается. И немножко такими берется... Как бы осыпается начинает. Поэтому... Поэтому, наверное, все-таки куплю что-то еще другое. И, скорее всего, Bourjois. Это моя любимая марка. В ресницах там туши мне очень нравятся. Классные. Ну, когда я поехала в Чехию, то там я перестала ей пользоваться. Потому что там она стоила дороже, чем в Украине. Не знаю, почему Bourjois в Чехии стоит дороже. И именно марка Bourjois. Там другие. Там L'Oréal. Это все цены такие одинаковые. Что здесь, что там. А Bourjois почему-то выше. Не знаю. Надень. Не нужно сильно прям выделять реснички. Лишь бы оттеней. Что они у вас присутствуют. Вот так. А теперь приступаем к лицу. Буду я брать вот такую кисточку. Хотя сейчас я как бы не делаю влажный хайлайтер. Вот такой вот. Мне нравится. Он такой деликатный. И когда у вас на глазах такое сияние, поэтому мы немножко сгладим. Я использую светленький, потому что он одновременно и выдвигает те части, которые мне надо вперед. И их подсвечивает. Поэтому как бы так. Слегка. Вы можете его наслоить и будет более такой видимый эффект. Но мне этого не надо. На кончик носа мне очень нравится как-то блестит вот кончик носа. Естественно губки. И вот здесь в ямочке. Немножко на. То есть вот так. Теперь я беру свою кисть. Вот такую. Походную. И бронзер. Тот. От Кэти Мосс. И затемняю носик. Бородку. Под бородкой. Под сколами. И теперь переходим на. Я себе затемняю вот от висков. И потому что у меня лицо чем старше я становлюсь. тем более такое треугольное становится. Поэтому. Именно. Делаю акцент на. Затемнение. Вот здесь вот. В этом месте. где-то. Ушко не забываем. Вот. У меня лоб большой. вот такое, кстати, движение, не именно вот такое, а вот как бы на кончике, оно носик сужает. Здесь немножко подчешем бровку, теперь этого достаточно, теперь румяна я не делаю, я не люблю румяна, а хочу сделать более такие бронзовые губы, но не броские, поэтому я использую блеск без цвета от Ardeco. Так немножечко, чтобы не лоснилось именно, беру кисточку такую, набираю цвет бронзовый хайлайтер, потому что у меня бронзового нету ничего, и наношу, так что если у вас нету данного цвета, вы можете это сделать из своих теней, которые у вас есть, я не говорю на постоянной основе, но если у вас на данный момент, да, вы понимаете, что у вас нету подходящего цвета, то можно воспользоваться блеском или, допустим, бальзамом для губ и тенями. Ну и добивать я буду пальчиком. И возьму цвет посветлее, чтобы вот здесь вот сделать, более объемные. Так что вот такой вот макияж у нас получился сегодня. Если вам понравилось, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал обязательно, подписывайтесь в инстаграм. И сегодня буду снимать, обещаю вам, видео про свои гейл-лаки. И, скорее всего, сегодня я его и выставлю, и, может, покажу небольшой кусочек своей работы. Поэтому увидимся, до новых встреч, всех люблю, всех целую, пока.